Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Сегодня у нас будет с вами такой домашний влог. Мы занимаемся домашними делами. И пока я буду заниматься домашними делами, я поотвечаю на некоторые вопросы, которые вы мне задавали. Надеюсь, что будет интересно. Насчет звука, девочки, я над этим работаю. Мне, похоже, нужно менять микрофон. Без микрофона у меня как-то совсем все плохо. По поводу цветка. Да, я читаю все ваши комментарии. Я иногда не успеваю отвечать. Но читаю. Он кажется лосоватым. Вообще, у меня сейчас все цветы кажутся лосоватыми после зимы. Но все будет хорошо. И еще он у меня лосоватый. То есть его, по идее, можно подстричь. И он будет более такой кустистый. Да, но у меня он и так естественным образом стрижется. Вот здесь, вот за этой, там лежит подушечка. И там лежит миленький наш Касперюшечка-душечка. Это мой рыжий котик. Он там все время спит, на солнышке греется. В общем, супер. Так, прежде чем начать, я хочу снова с вами поделиться своими находками средств для стирки. Я стираю очень много, девочки. Очень. Я стираю все постоянно. У меня много животных. Я стираю какие-то переды постоянно. Школьную форму детскую. И, в общем, стирки у меня всегда вот так. Блажки тоже. Я хочу вам показать гель для стирки. Вот такой. Бренд называется Орил. Я заказывала его на Вальберес. Он есть еще на Азон. Но вот эта линейка представлена на Вальберес. И я заказываю... Знаете, как заказывать понравившиеся вам товары по скидкам? Нужно подписаться на бренд. И тогда... То есть на бренд, на магазин. Вы подписываетесь. И тогда, получается, добавляете товары в избранные также. И вам приходит... То есть вы первыми будете узнавать о скидках. Я так и делаю. У меня в избранном... Я не знаю. Кошмар. В общем, вот этот гель для стирки. Во-первых, я хочу отметить, он очень густой. Он как желеобразный. Видите, сколько я его уже использовала. Мне его хватает вот на очень долго. То есть он у меня уже... Ну, я давно его достаточно приобрела. И уже вот столько использовала. Он внутри как желеобразный такой. Почему хочу вам его посоветовать? Он не вымывает цвет из тканей. У меня у детей школьная форма. Школьная форма темно-синего цвета. Они ходят, знаете, с футболки пола. И вот здесь вот по окантовочке, вот по воротничку и по рукаву белая полосочка. Если я эти футболки стираю гелем для темных вещей, то вот эта белая полосочка, она закрашивается и становится, ну, неопрятно и некрасиво. Поэтому я стараюсь выбрать что-то такое, что и сохраняло цвет темно-синей формы, потому что футболки полохлопковые, может быстро вымываться цвет. И при этом, чтобы не закрашивала вот эти белые полосочки. Вот. Он справляется. Он реально удаляет хорошо загрязнение, запах, потому что я стираю еще форму после их всяких спортивных занятий и так далее. И чтобы убрать вот этот весь запах, тоже отлично убирает, даже на такой быстрой стирке, даже в холодной воде. То есть я иногда ставлю, знаете, буквально там 20 минут, чтобы у меня прополоскалось, повесила и чтобы быстренько высохло. Я заказала вот такой голубой гель. Вот этот голубой гель имеет самый интенсивный аромат в линейке. Есть еще ароматы менее интенсивные. А давайте я вам сразу просто покажу, потому что меня часто спрашивают. Я люблю, когда прям вот аромат, чтобы стоял, когда я стираю. Но я знаю, что у меня смотрят девочки, которые не любят. Давайте. Так, давайте вот я вам покажу. Зашла на сайт Вальбрис и как раз у меня, кстати, в корзине 34 позиции, у кого так же. Значит, вот я, получается, заказала вот этот вот синенький аромат. Он с миндальным молоком, морозная свежесть. Он самый интенсивный в этой линейке. Вот этот аромат, он менее интенсивный. Нежная орхидея, то есть там просто будет легкий цветочный аромат без стирального, без запаха вот этого, знаете, стирального порошка. Кто не любит, заказывайте вот такой, когда такой интенсивный аромат, вот этот фиолетовый берите. И, соответственно, розовый, он тоже приятно очень пахнет. У него такая нежная, нежный такой, знаете, аромат цветов, я бы сказала, такая нежная композиция. Но вот я люблю, когда прямо, знаете, прям очень ароматно. Также пятнового водителя есть, то есть, в принципе, достаточно большой ассортимент именно этой марки. И, ну, в общем, класс. Девочки, я всем советую, цена очень хорошая и качество, что самое главное, мне тоже очень-очень понравилось. Ссылку я вам оставлю, конечно же, под этим видео. Но, в общем, кто меня спрашивал про менее интенсивные ароматы, потому что я заказываю прям, я люблю, когда прям развешиваешь, и, знаете, прям такой аромат еще прям стоит. Вот тогда берите вот такой же фиолетовый. То есть, свойства те же будут у вас, но не так будет, то есть, такой будет легкий-легкий аромат. И все, без запаха стирального порошка. Рекомендую. Этот гель, кстати, еще хорошо пенится. Я вам сказала уже, что он густой. Подходит для любых видов стирок, в том числе для стиральной машины, для ручной стирки. Замачивать с ним тоже можно белье хорошо. Действительно, очень хорошо удаляет пактно на белых футболках школьной формы. Девочки, я прямо от всей души рекомендую. При этом сохраняет цвет ткани вот этой моей темно-синей, за что огромное спасибо. Аромат. Мне, конечно, очень нравится аромат этого геля, именно вот этого синенького. Но фиолетовый для тех, кто не любит интенсивный аромат. Здесь используется при производстве, я почитала, специальная очищенная осмотическая вода, наверное. И можно использовать также для детского белья. То есть, он полностью вымывается из одежды, при этом остается потрясающий аромат. То есть, я вам всем рекомендую. Ссылочку вам оставлю, конечно же, под этим видео. Девочки, гель действительно супер. Вот. Ну и давайте мы с вами будем заниматься домашними делами, уборкой, готовкой и всем остальным. И попутно поболтаем. Ну и давайте начнем. Я сегодня буду отвечать на вопрос, который, наверное, будет интересовать многих. Скрины этих вопросов, ну, одних из последних, да, я вставлю сюда, вы увидите. Вопрос заключается, работаю я или домохозяйка? Обещала ответить на этот вопрос. Я работаю, но не совсем, это так я ответила на этот комментарий, да. А также же по поводу семейного бюджета. Вкладываюсь ли я в семейный бюджет? На самом деле, вот обо всем об этом подробно я сегодня вам расскажу. Ну, давайте начнем с того, что если вы смотрите это видео, то у меня есть свой канал на YouTube, который приносит мне доход. Небольшой, но все же. Кстати, был еще вопрос по поводу того, как на все найти силы. Вот я совмещаю приятное с полезным всегда. То есть все домашние дела, я вот в последнее время стала показывать, я совмещаю с прослушиванием аудиокниг. Сейчас я прослушиваю «Боги и чудовище». Это серия книг «Змей и голубка». Первая книга мне понравилась очень, остальные не понравились совсем из этой серии. Какие-то они слишком растянутые, слишком мутные, слишком много у главных героев вот этих вот эмоциональных качелей, скажем так. В общем, мне это не особо нравится. Ну, и, конечно же, раздам еще вкусняшечки своим собачкам. Вернемся к вопросу заработка. Вы знаете, что на YouTube сейчас отключена монетизация. И раньше это был основной мой заработок, то есть именно сама монетизация. Но сейчас все блогеры, я думаю, для вас это не секрет, зарабатывают на рекламе от рекламодателей. Соответственно, есть небольшой, но все же заработок. Он нестабильный. Но для тех, кто меня смотрит и сами ведут свой канал, ведут свой блог и так далее, я хочу вам порекомендовать одну платформу. Называется она Perfluence. Вы можете по моей ссылке, которую я вам оставлю под этим видео, перейти, скачать приложение на свой телефон, зарегистрироваться. При регистрации вводите мой реферальный ключ, выбираете интересующий проект, подаете заявки, после чего с вами свяжется менеджер. Это я рассказываю, что нужно для этого сделать. Это крупнейшая платформа, которая уже пятый год на рынке и второй год лидирует по выкладам блогерам. Там есть и образовательные проекты, и материалы. То есть различные подборки, помощь блогерам, в общем, очень много всего. И вам помогут зарабатывать на своем блоге. Значит, вы также опубликуете пост. Это такой бонус для моих подписчиков. На любом проекте в течение двух недель после регистрации и получите 250 рублей. То есть это платформа для блогеров, где можно выбрать рекламодателей и публиковать самые выгодные предложения для своих подписчиков. Что могу сказать? То есть вы можете монетизировать свою деятельность, да, как блогера и, соответственно, на этом зарабатывать. Поэтому публикуйте посты и зарабатывайте вместе со мной. Ну, а мы продолжим с вами дальше, да. И я думаю, что вы уже поняли, да. То есть есть YouTube. Можно назвать это работой или можно назвать это хобби с дополнительным заработком каким-то небольшим, да. Но все же это есть. И еще у меня есть один, ну, скажем так, проект, который я не так давно начала осенью. Я немножко так скользко об этом говорила. Но мне на самом деле не хочется об этом рассказывать. Это никак не связано с моей деятельностью на YouTube, с рекламой, вообще ни с какими социальными сетями. Но проблема заключается в том, что я, можно сказать, в самом начале пути, и мне очень хочется развиться. Но ситуация может повернуться таким образом, что этой деятельности у меня не будет. Можно ли назвать этой работой? Я думаю, что да. Но это такая деятельность, как бы издельная работа получается, да. То есть сколько поработала, грубо говоря, столько и заработала. И сейчас у меня, к сожалению, мало работы. Мне бы хотелось бы побольше и зарабатывать больше. Соответственно, вкладываюсь ли я в семейный бюджет? Нет, потому что мои заработки, то есть нет такого, что вот я получила, пришла и положила в общую коробочку, грубо говоря, или на общий счет. Нет. Я зарабатываю, но при этом покупаю всякую ерунду, экономляя при этом деньги мужа. Мне кажется, это своего рода вложение. Здесь, кстати, я вам хочу показать. Я готовлю одно блюдо, которое мне очень нравится, но изначально его рецепт не такой. Я здесь варю бульон. Курочка у меня, куриная грудка с косточкой, морковь и лук. Это у меня будет вариться бульон. Морковь потом уйдет собакам. Я отварную морковь на бульоне, они очень нравятся. Здесь я показываю, сколько у меня стирки. Всегда, всегда, девочки. У меня много, очень много стирки. Ну, так получается. Кто-то работает, кто-то отдыхает. Кому как, да. Вот. В общем, я буду готовить. Ссылку на вот этот рецепт или сам рецепт. Я посмотрю, да, как можно сделать. Оставлю вам под этим видео. Переходите. Очень вкусное получается блюдо. Так что рекомендую его приготовить на обед для разнообразия. Вот. По поводу заработков моих, да. Я думаю, что с этим все понятно. Потом по поводу хобби и всего остального. Но, во-первых, я хочу сказать сразу, что я бы... Я... Как сказать, меня всегда коробит, когда женщина принижает свои заслуги как домохозяйка, как мама. Ведь это работа 24 на 7. Извините, без больничных, без отпуска и без выходных. И даже в отпуск мы едем со своими родными и близкими и продолжаем там быть мамой, женой и так далее. Это... Не принижайте свое достоинство вот в этом плане, да. То есть мы, как женщины, действительно делаем многое для своей семьи. И это здорово. Дом, семья, я искренне так считаю, держится на женщине. Ну и также я нахожусь в родительском комитете. Я об этом уже говорила. Я нахожусь в родительском комитете в двух классах. В шестом и во втором. То есть у старшего сына и у младшего. И это требует от меня очень много... Ну, энергозатрат и времени, да. Занимаюсь букетиком. Хочу поменять, а то у меня зимний букет до сих пор стоит. Вот. В общем, в родительском комитете мне нравится моя деятельность. Потому что она мне... Ну, мне нравится, когда я что-то организую. И потом дети приходят мне и говорят, типа, спасибо, так классно было. Там нам понравилось и так далее. Родители когда благодарят, я кайфую от этого. Просто вы не представляете. Мне это действительно очень-очень нравится. Ну, и хобби это цветы. Я вяжу. Вяжу сейчас плед. И один маленький проект начала. Но я, наверное, буду распускать. Потому что то, что я хотела сделать. И ту пряжу, которую я купила. Мне кажется, что-то там пошло не так. Надо другую пряжу. То, что я хотела сделать. А я хотела сделать такой, как бы... Ну, типа, как небольшой такой кардиганчик в форме бомбера. Не бомбера, а... Ну, в общем. Короче, если я все-таки сделаю. Я вам покажу. И плед, соответственно, тоже я покажу. По видео на ютубе. Я нашла видео на ютубе. Рисунка этого пледа. Я вам покажу. Плед огромный. Он мне уже надоел. Это второй плед, который я вяжу. И я устала от этого пледа. От этой пряжи. Пряжа не очень хорошая. Ну, в общем. Я потом все подробно и расскажу. Также я периодически занимаюсь то картинами по номерам. То какой-то вышивкой. То алмазный мозаик. И так далее. Вот это мое хобби. Оно всегда у меня проседает. То есть, когда я занята работой, домом, то на хобби бывает, у меня не остается времени. Чтение книг еще, да, соответственно. То есть, где-то у меня вот эти вот моментики проседают. Ну, правильно расставленные приоритеты, скажем так, в моем случае. Но хобби мое, оно мне дает некую перезарядку, наверное. То есть, когда я занимаюсь... Знаете, есть такая поговорка классная. Она мне так нравится. Руки заняты, голова не болит. Вот это прямо мой случай. То есть, когда я что-то делаю руками, например, пересаживаю цветы или вяжу. Я тем самым как бы перезагружаюсь. То есть, выполняя какую-то монотонную такую деятельность, в моей голове как-то все вот по полочкам раскладывается и так далее. Я даже, ну, получаю от этого, естественно, удовольствие и, соответственно, настроение тоже у меня улучшается. Ну, и вся остальная деятельность, все, что я остальное делаю, мне это искренне нравится. То есть, моя работа, мой блог, моя деятельность в родительском комитете, не знаю, все это мне доставляет удовольствие. И даже дела по дому мне доставляют удовольствие. Но я изменила свое отношение. То есть, они для меня не как обязанность, а как... То есть, как я люблю мыться в чистой ванне. И я мою ванну для себя. Я люблю, когда дома чисто. И я делаю это для себя, чтобы получать удовольствие от этого. То есть, видите, я повесила белье, снова загружаю стирку. И у меня это бесконечная история, девочки. Но я люблю, когда я и мои близкие чисто, обрядно одеты. Я ненавижу гладить. Но когда я глажу, я обязательно что-то смотрю или слушаю. Вот так получается это блюдо. Я не помню, как оно правильно называется. В общем, вся информация будет под этим видео. У меня вариант. Бульон, вот это лапша и горошек. Получается очень вкусно. Куркуму я еще добавляю в бульон обязательно. И когда бульон варится с луком и с морковочкой, он тоже получается безумно вкусный. Вот у меня мужчины мои полюбили. Здесь еще должно быть мясо и побольше овощей. Мясо мои забраковали, овощи мои забраковали. Оставили только горошек. То есть, вот такое блюдо я делаю на обед. И моим мужчинам очень нравится. Люблю, когда чисто и опрятно в доме. И делаю это для себя, для своего удовольствия. То есть, я изменила свое отношение к ситуации. Я еще, например, ненавижу чистить картошку. И включаю что-то. Фильм, я не знаю, что-то на ютубе, какое-то видео и так далее. И у нас, кстати, дождь пошел, еще снег лежит. Но это я за городом живу, поэтому у нас снег еще лежит. И пошел дождь. Вот сейчас я делаю перерыв в своих домашних делах. Соответственно, миленький мой котик, мои животные тоже приносят мне удовольствие. Я кайфую, когда они вот так рядышком лежат. Тут же миленький Касперюша. Я делаю небольшой перерыв сейчас. То есть, с утра я поработала. А сейчас у меня перерыв в моей работе. То есть, поработала своей, да, вот этой работой, про которую я вам говорила. Я про нее не хочу рассказывать именно потому, что вот и все еще в таком подвешенном, можно так сказать, состоянии. И вот перерыв на вязание. Вот он мой плед многострадальный, от которого я уже устала. То есть, буквально полчасика я полежала, понаслаждалась скотятками своими, с хвостатками всеми. И перезагрузилась и пошла делать дела дальше. И так у меня в течение дня. То есть, у меня нет, что я целый день занимаюсь только уборкой или только готовкой. Я постоянно переключаюсь с одного на другого. Позанималась ютубом, позанималась работой, позанималась домом, животными, хобби и так далее, и так далее. И я исхожу из того, что лучше в день по строчке, по стишку, по, не знаю, страничке, но это лучше, чем ничего. Из этого я исхожу и, соответственно, каждый день я что-то делаю. Я очень медленно вяжу, я очень медленно читаю. Почему? Потому что на это все у меня не хватает времени. Ну и не забывайте, что у меня уже большие дети. Ну как большие? 12 и 6. Маленькие детки, маленькие детки, да, большие детки, большие детки. Но я могу спокойно заниматься своими делами. Меня не дергают каждые 5 минут. У меня нет такого, чтобы вы сели там попить чай или покушать, мама там, я покакал. Извините за такую подробность, но я думаю, что все мамочки с этим сталкивались. То есть физически я более свободна сейчас, да, и если у вас есть маленькие дети, и вы ничего не успеваете, знайте, что это временно, что потом будет время и на свои дела, и на свои... Вот у меня, кстати, миленький котик поел, я всех покормила ужином. Посмотрите, какая грязь. Вот он постоянно так ест. То есть после каждого завтрака и ужина нужно протирать вот эту его полочку. И так же он ходит в туалет. Извиняюсь за подробность, но это правда. Оно так оно и есть. Понимаете? Это же какой-то кошмар. Кто-то работает, а кто-то лежит, переваривает ужин. Вот. И полночка моя тоже, в общем, всех-всех накормила. Я кормлю их два раза в день, завтрак и ужин. У меня как-то так получается. Вот. В общем, все отдыхают, а я продолжаю работать. Так что я думаю, что я ответила вам на этот вопрос. Конечно же, я благодарна всему за то, что сейчас я могу жить так, как мне нравится. Делать то, что мне нравится, и то, что мне доставляет удовольствие. Но я вот, знаете, всегда тоже есть такая история. Некоторые говорят, ну, ей просто повезло. Но я так не считаю никогда. Я считаю, что мы сами выбираем свой путь. И мы сами выбираем ту дорогу, по которой мы идем. Мы же пошли ни направо, ни налево. Мы пошли прямо. И там прямо мы встретили то, что нам принесло какие-то счастья и так далее, и тому подобное. Поэтому, девочки, любите себя. И я надеюсь, что каждый из вас занимается тем, что нравится. Просто если даже есть какие-то моменты, которые вам не нравятся, всегда можно изменить отношение к этому. Ведь правильно? То есть можно не любить что-то делать, но совмещать это с чем-то более полезным. То есть я очень люблю книги, но читать самой действительно не хватает на это времени. Я люблю вязать, я люблю делать что-то руками, но не хватает на это все времени. Вечером иногда очень уставший и не хочется ничего делать, хочется просто заснуть и все. Но аудиокниги меня очень спасают. Я очень много слушаю аудиокниг. И вот готовлю, стираю, убираю и параллельно прослушиваю и очень кайфую. Я благодарна всем, кто придумал аудиокниги и вообще загружает их и все это озвучивает. Всем за это огромное-огромное спасибо. Так что я очень надеюсь, что ответила вам. Ну и по поводу бюджета, я думаю, что вы поняли. То есть я в общем и целом за месяц зарабатываю столько, что я не смогла бы одна прожить, платя кварплату и покупая себе продукты. То есть мне бы не хватило. Я сейчас очень мало зарабатываю. Если бы я зарабатывала больше, ну не знаю, вкладывала бы я в общий бюджет или просто покупала бы всякую ерунду. Скорее второе, чем первое. Но покупая всякую ерунду, я же не беру у мужа, а у себя. В этом тоже есть некий вклад в общее развитие наших семей. Правильно? В основном что-то для уюта, для животных, для детей. Ну и для себя тоже. Вот проект, который я начала. Мне что-то не нравится, девочки. Не знаю. Подумаю, может еще повяжу. Потом посмотрю, как оно у меня получится. В общем, опять в окружении. Вечером опять занимаюсь вязанием. Вот как раз вечером, после того, как уже поужинали, я все убрала. Я или вяжу, или читаю. Ну в общем, что-то делаю. В основном вяжу сейчас. Потому что очень хочу закончить плед. И начать уже что-то другое. Видите, параллельно тут начала. Потому что от пледа устала я от этого. Честно вам признаюсь. В общем, я надеюсь, что я ответила на этот вопрос. И я надеюсь, вы поняли по поводу моей работы. То есть она есть, но такая, ну, издельная. Можно так выразиться. В общем, на сегодня уже я буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставила под этим видео. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok